Все хорошо? Все нормально? Он здесь по собственной воле. А вы с вами Юлик. Сегодня мы собрались с большой компанией. Мы устали от обзоров. Мы хотим делать качественный контент и более того, мы хотим стать настоящими художниками. Мы будем сегодня рисовать картины. Будет еще несколько роликов, где мы рисуем картины. И в конце мы проведем выставку наших замечательных картин. И посмотрим, может быть их кто-то купит. Может быть придет какой-нибудь чувак из музея и их оценит. Сегодня мы рисуем русалку. У нас будет несколько тем. В первом ролике мы нарисуем русалку. Остальные две темы вы узнаете в следующих роликах. Так что, ребята, можем начинать рисовать. У каждого мольбер, у каждого картина. Это же Дон Гридинья из Франции. Ём май! Доброе утро, Жан Гридио. Я буду верить к вам из славной пехотины рисовать для этого милого молодого человека. Мы встретились в одной прекрасной кафе. Мы целовались. У нас был секс. Не было секс. И этот человек мне сказать приходи, сделай пару картин. И обведи, сделай пару картин. Пытай за него. Мерзкий, грязный мальчишка. Я видел женщин страшнее, чем этот мальчик. Имел с ними любовь. Жан Гден не разбирается, кто есть кто. Для него все люди. Животных Жан Гден не трахает. Котов я не трогаю. В конце мы подведем итоги. Каждый посмотрит на картины остальных. И мы выберем лучшую картину. Победитель получит ничего, кроме славы и известности. А я Масеров, простой художник из Санкт-Петербурга. Простой питерский художник. Таких сотни тысяч в этом сером. И у него город. Кто это быть натурщиком? Ну это труд, конечно же, великий. Собственно, на мне держатся все сейчас картины. Все искусство всех этих молодых художников. Я стараюсь этого себя полностью. Чтобы у всех получился во, короче, было что-то. А вы знаете, франдаши нужно стирать перед тем, как краской красить или нет? Давайте спросим у Тим. Не обязательно. В искусстве я использую высокие технологии AR. Смотри сюда. Какой у тебя скилл в рисовании? Максимальный. Я бог всего, что связано с карандашами, бумагой, фотошопом и прочим. Здесь просто как на зоне. Смотришь на Пашу и представляешь, что там красивая девушка. Я хочу всех удивить и порадовать своей картиной. Мне кажется, стиль, который я выбрал, должен понравиться всем. Использовать мой метод, который я придумал, пока жил на улицах Леона. Я бромзевал на протяжении 10 лет. Я рисую тремя кистями сразу. Это очень тонкий подход. Я такое видел у Пикассо в нескольких картинах. И, конечно, я был знаком с Рон Горгом несколько лет. Мы тоже были любовники. У меня была тяжелая жизнь. И я свою жизнь вымещать на этой картине, чтобы люди смотрели и радовались, радовались, улыбались. Но вы рисуете так, чтобы при просмотре вы возбуждались на картину. Если искусство не вызывает у вас никаких эмоций, то это не искусство. Я думаю, искусство Никиты вызывает во всех эмоциях. Вы думаете, почему я молчу? На самом деле Юлик позвал Егора. Но пришел его сводный брат, Егориан Побериан, который в искусстве уже 25 лет. Моими учителями были Донателло, Микеланджело, Рафаэль. Я не знал, что Микеланджело из Казахстана. Мона Лиза была казашкой. На фоне в итоге замазали юрту, чтобы не разжигать национальную. Говорят о великой улыбке Мона Лизы, это просто прищур. Стоимость картины. В нее же входит понимание того, как, когда и где создавалась картина. Ну, конечно, если у картины есть некая история, история ее создания необычная и крутая, это 100% поможет ее продать. Несмотря на то, что мы не умеем рисовать то, как мы это делаем, и то, что вот будут ролики, это может стоимость картины хоть какую-нибудь прибавить. Если ты не умеешь рисовать, главное, старайся. Всегда очень заметно, старался человек или нет. Это как когда ты на 8 марта маме нарисовал картинку, и она видит, что ты даже не постарался. Я всегда старался. Ну, то есть, за сколько мы можем продать каждую картину, которую мы сейчас нарисуем? Ну, сколько каждый художник, во сколько он оценит ее, свою картину? Ну, нужно же какое-то лицо, которое подтвердит, да, вот это вот стоит, стоит. Если этот человек будет в доле, то можно... А я скажу, что это такое, это кусок говна. Вот, что это такое, отвратительная картина. Ничего в ней красивого нету, квадаты никого не поберегают, только детей с аутизу. Твоя картина кусок говна, раз ты не понимаешь смысл этой картины. Как человек это любит? Вот так. Бональщина, чистящая воды, ужасная игра каски, ужасная игра самого мастера, очень некрасиво, такое нельзя показывать. Единственная картина, которая мне понравилась, ну, скажем так, если убирать из говна несвежего, и свежего, вкушать чуть повкуснее, по темнее я это знаю, поэтому эта картина не так уж плох. Не ранняя картина, я знаю, что ты будешь пытаться ее достать. Ну что? Хочешь, чтобы я сказал, что в этом есть вкус, что в этом есть какая-то форма, есть какая-то энергия, смотри, какие формы у женщин. Что в этом есть какой-то секс. Секса тут полно. А я тебе расскажу, что это такое. Это бездорогность, чистейшие воды, это просто человек сер и твернул, прямо с говном, но это шест, это холст, это пошло. Это отвратительно, вот отвратительно. Я заметил, что все в основном прессовать карандашами, как дети, ну, все больные, и я такой способ не использовать, это грязно. Так, рисуют пятилетние дети. Ваши мальчики творят совсем другое. Грязный мужчина. Любит, когда на него исправняется. О, Жан Гридиэн, давай еще, еще. Клохо выдача, клохо выдача. Я сначала не понять, но потом он объяснит, что нужно не на меня, на него. И мне даже понравилось, и я буду это экспериментировать. Пишите мне в директ, займем обязательно, и спробуем это угости. У-у-у-у-у-е. Между нами напряжение Умм, вау, сексуальное давление Все картины дорисованы Сейчас я буду выносить картины, показывать тебе Паша видит их в первый раз, потому что он ничего не видел Художник будет рассказывать тебе плюс со своей картины И ты должен будешь выбрать лучше Я хочу начать со своей картины Выноси, смотри, да, можно, да? Ооо, ну я прям такое за всем сообщество как будто Я прошу обратить внимание, я сохранил твою позу Я акцентировал на этом внимание Но все остальное я уже сказал, очень сексуальная картина Я хочу подметить то, что тенями было хорошо вырисовано мое пузо немного Не пузо, животик, не смей так про себя говорить Сексуальный животик Сексуальная женщина с фиолетовыми волосами, как Галька Но тут ничего от Гали, Галя мерзкая женщина Эта женщина прекрасна Никаких деталей тонких, там, типа кораблей и прочие мелочи Я считаю, это не важно Я считаю, что нужно было сакцентировать внимание именно на русалке Вот что Мне очень нравится животик В животике прям объем чувствуется прям классно Я старался Но пока что это точно не самый последний Да, что мы искусство мы говорили, но я думал о современном Поэтому современный стиль Это отсылки на мои ранние работы Также Майнкрафт это хайп, а искусство должно быть хайповым О чем говорит эта картина, все понятно Она думает, что она прекрасная русалка, но на самом деле она херабри С двойным дном смысл Вот, и можно повесить картину, какая тебе нравится Какое настроение сегодня Да, да, вот какой ты сегодня, такая сегодня И картина, я надеюсь, тебе очень понравится Ну, мне очень понравилось Ого! Я взял за основу диснеевскую русалочку, которую нашел в интернете Потому что ты сидел от меня очень сбоку, но я постарался твое лицо изобразить Ты был грустненький в тот момент, когда я ее рисовал И я также подчеркнул твои гендерные признаки, нарисовал усики ему Вот, собственно Учился я, рисуя превьюшки на ютубе Вот, это единственная моя школа, которую я заканчивал Вот, поэтому я также использовал немножечко контрового света, который обычно используют на превьюшках Ну, и, собственно, конечно, еще часа два-три, и это был бы вообще просто невероятный шедевр Который можно было бы продать за 20 рублей И, собственно, я очень старался, и я надеюсь, она тебе понравится Слушай, прям видно то, что ты старался, и виден опыт превьюхера Потому что большую часть картины занимает самое главное, что есть в персонаже Очень правдоподобно, и я почти поверил, что я правда так увижу со стороны Я тебя привыкрасил немножко, видишь? Да, я вижу то, что идет разрез такой, как будто Мне очень пока нравится, потому что это, ну, возможно, лидирующее место Возможно, возможно, но еще непонятно-непонятно, кто в следующий рейд Нет, смотри Сейчас вы можете наблюдать настоящее произведение, искусство Все, что было до этого, посредственность, пошлость, либеретта, как это у нас называется Страшный мальчик, можете посмотреть Я хотел сделать не просто картину, я хотел не просто изобразить женское и мужское тело Я хотел сделать протест, и я хочу, чтобы вы обратили внимание корабли, которые плывут сзади, а не крат На одном месте мы явно просвечиваем американский флаг, являющийся настоящим врагом всего человечества Как он отравляет более бедные страны И эта русалка, это свободная женщина в этой стране Она потопила эти корабли, и теперь ее народ это рыбы Потому что рыбки, как известно, это народ, плывет за этой русалкой вперед и вдаль Также я хочу обратить внимание, что один человек убит захлебывается в своей крови и в этом море И также я хочу показать мою смелость Я изобразил полноценную и очень натуралистическую женский вагина Он находится прямо здесь, есть половые губы, если вы смотрите чуть поближе Я изобразил объемную грудь, чтобы была ассоциация с матерью, кормящей матерью И эту картина я назвал «Притечья капитализма» и «Притечья коммунизма» Это временно Нет слов, я шагирован Это должно вызывать шок Это и есть шок, у меня потерялся два речи Можно сразу следующего Спасибо Спасибо Прошли на мой профессиональный выставка Грязные шлюхи Хочу прощения В общем, это очень яркая картина Как вы видите, здесь присутствуют все цвета радуги Это сделано не просто так, потому что русалка у нас не определилась с гендером Мы видим, что картина очень яркая, но здесь прослеживается внутренняя груз, внутренняя печаль автора Небо плачет Небо плачет Глубоко Глубоко Ну, что сказать, классно, рустаманская такая русалка вышла Очень на позитиве, наверное, сидит на камне У меня улыбка на желателе Она немножко песочком испачкала свое тельце Выбралась на сушу Лайк однозначно, позитив внушает Вот Но я немножко грустил Вот так вот Непонятно Вау Все на самом деле врут И Паулина, вы очень стройная женщина И поэтому я и запросил вашу талию 90-60 на 59 И так же, как вы можете заметить, в этой композиции есть очень большой смысл Вот вы его находите? Да, конечно Я после отличной рабочей ночи еду отдыхать к себе домой А вокруг меня моя домашняя акула, которая отсерегает меня от нежелательных людей, которые не хотят платить за услуги В принципе, да, вы почти правильно поняли Но так же, как вы видите, море из разных красок Это говорит о буйстве красок в вашей жизни Оу Ну, в принципе, лайк классно За фигуру отдельный диспект Спасибо Так, где я и... Ну, тут прям, собственно, ты Я решил взять больше от рыбы, нежели от животика Ну, вот, оставил только прекрасные величественные груди Паули Вот, здесь есть Макдональдс Это остров Бали Вот там прокат байков Насте Трапецель, собственно Также есть флаг России, что отражает поправки в Конституции У нас, как бы, усалочка не глупая Пойдет голосовать, я вам советую Здесь то самое солнце с обложки Моргенштерна, которые, слава вам, отсталые дети, короче, рисовали, вот, всем детдомом Вот, улыбнись, дурак, чтобы ты улыбался и всегда был таким же красивым, прекрасным А вот это Куала Спасибо Значит, картина непростая Во-первых, я впечатлен фигурой твоего лица Очень похож на Кристин Стюарт Объясняю композицию картины Наша жизнь, это не только море рутины Это еще и островки, которые мы можем занимать Островки какой-то нерутинной жизни И в данном случае это довольно острые скалы, на которых мы сидим Но если у сидения живут с хвостом русалки Смочь, превозмочь все эти трудности, которые на вашем пути жизненном идут У вас будет такая же красивая раковина, такие же богатства, сокровища Я хотел показать, что здесь это тяготы жизни, которые можно испытывать вплоть до хвоста за русалки А здесь сразу контраст, потрясающая фигура, красивая женщина, которая, можно сказать, утопает в богатствах Так что, друзья, я надеюсь, что вы все пройдете сложный путь и будете хотя бы наполовину счастливы, как эта женщина У меня есть волк, и у него есть дырка в туалете, в ванной комнате Да, и я бы эту картину туда бы не повесил бы даже, потому что это просто пошло, это не должно существовать Ну, Паш, кто тебе больше всего понравился? Я радуюсь, что у каждого, каждый вкладывал свой смысл в свою картину, по-разному раскрывал ее и доносил до зрителей Но сегодня у тебя останется один друг и семь недругов Ну, вообще, хорошо, мне прям запомнилась картина Тинта Я, наверное, ее на первое место выставлю А на этом все, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующий ролик, где мы рисуем ту влюбленную парочку, ну, короче Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok